Итак, мы моделируем с вами второе платье, второй фасончик. Все выточки здесь переведены в плечо. Это тоже все оказывается очень просто. Давайте посмотрим, как же это выполняется. Продолжать эту работу мы будем на базе вот этой нашей первой выкройки. Вот она у нас есть. Значит, выкройка, выточки все переведены в плечо. Где нам нужна сборка? Нам нужна сборка вот здесь. А нужны нам вот эти выточки две? Вот эти две выточки? Конечно, не нужны, потому что их здесь нет. Вот здесь у нас останутся с вами талиевые выточки. Но исключительно потому, что мне хочется, чтобы на манекене все под грудью прилегало. Но и в больших размерах это тоже очень нужно. Но нагрудные выточки все переведены туда. Как нам получить сборку в плечевом шве? Да, конечно, очень просто. Нужно эти выточки закрыть, и они откроются у нас вот в этом месте. Сколько у нас выточек? У нас выточек две. Значит, будет у нас два отрезка. Где их выбираем для них место? Плечика делим примерно вот так вот на три равные части. Один отрезочек, одна точка и вторая точка. Правую точку соединяем с вершиной нашей выточки. И разрезаем сверху вниз вот сюда. И левую мы тоже самое соединяем с вершиной второй выточки. И разрезаем по ней наше изделие. Все очень просто. Но получается после этого очень эффектная картина. Давайте сейчас это сделаем. Так. И вот так. Потому что на примере вот этого я хочу вам показать еще одну интересную историю. Значит, здесь схватим и вот здесь схватим. У нас уже все куда-то потерялось. Ну, пусть будет у нас вот так. Чтобы никуда ничего у нас не терялось. И так, что получается. Вот эту выточку мы закрываем. Возвращая первоначальное положение этот наш разрезик. Так, закрыли. И вот эту выточку мы тоже закрываем. Ох, елки. Ох, ох, ох. Я ошиблась. Видите, как бывает и на старуху проруха. То есть, я отвела. Меня сбила с толку вот эта талиевая выточка. Разрезать мне нужно было не туда. Ну, так. Поспешишь. Людей насмешишь называется. Хочется все сделать вам побыстрее, попонятнее. А в результате появляется то, что вы видите. Хорошо. Исправляем свою ошибку. Делаем разрезик в правильном и нужном месте. Так. И закрываем вот эту нашу выточку. Вот, собственно говоря, и все. И осталось у нас совсем немного, как оформить вот эту линию. Видите, там сборка. И линия-то должна быть иметь очень правильную форму. А как это сделать, я покажу вам на ткани. Итак, снова переворачиваем наше лекало, чтобы вырез был в нужном нам месте. Вырез горловинки оказался там, где нам надо. И имеем вот такую вот картинку. Мы с вами аккуратненько обвели это лекало. Убираем его. Здесь я сейчас, мне остается прорисовать только талиевые вот эти выточки, которые мне нужны для манекена. Вам они могут быть и необязательны. Вы можете объединить. Все зависит от того, какая ткань. У меня ткань очень сухая и жесткая. Она просит много выточек. А ваша ткань может быть другая. Ей не нужно будет так много выточек. Поэтому там можно объединять. Ну и так. Сейчас я вам рассказать хотела следующее. Вот на этом участке у нас должна быть сборка. Видите, какие большие открытые выточки у нас получились. И мы в замешательстве с вами. На самом деле, видите, какой открытый большой участок и здесь. По прямой линии их надо соединить. Или выпукло надо. Или вогнуто как-то надо соединить. Мы с вами в растерянности. И понять это нам трудно. Вот когда у вас возникает такая ситуация, вам нужно следующее сделать. Вам нужно уменьшить эти пустые расстояния. Каким образом? Да просто-напросто добавить дополнительные разрезики. Например, вот здесь вот этот участок разделю пополам. И проведу отрезочек к вершине нашей выточки. Вот этот участок тоже разделю пополам. И проведу дополнительный отрезочек опять к вершине вот этой вот моей выточки. Так. Можно разрезать. Давайте одну разрежем, а одну я покажу, как без разреза можно проводить. Вот давайте вот эту вот разрежем. И вы увидите, как изменится наша ситуация. Очень узенькие полосочки получаются, но не важно. Так. Вот так. У нас было, да? И мы раскрываем вот эту нашу большую выточку. Раскрываем. И она у нас раскрывается на две маленькие. И теперь мне понятно, что моя линия финальная должна проходить вот через эту точку. Ну, а вот это я раскрывать не буду. Я разрезать не буду. Посмотрите, что я сделаю. Значит, где у нас примерно серединка? Ну, где-то, скажем, вот здесь. Зажали вот сюда пальчиком или карандашиком или фломастером и сделали поворот. Вот так просто повернули свою выкройку вот сюда. И обвели вот этот вот левую часть кусочка. Посмотрите, что стало. Давайте вернемся обратно. Вот мы вернулись обратно. Вот левый вот этот фрагмент мы подвинули вот сюда. Посмотрим, что у нас получилось. Ну, вот теперь нам все уже понятно. Значит, наша линия должна проходить пока штрихами вот сюда. Потом она должна проходить вот сюда. Потом она должна проходить вот так. И здесь она должна проходить вот так. Вот, и видите, какая вырисовывается у нее интересная конфигурация. То есть нет ломаных линий, нет каких-то резких поворотов, уголочков. Потому что вот этот участок нужно собирать на две широких строчки машинных, чтобы сборочка была красивой, нежной, аккуратной. Ну, теперь уже с помощью лекала давайте я проработаю вот эту линию более внятно. Сглаживаем и добавляем припуск на обработку, скажем, сантиметрик. Этот участок сглаживаем, выполняем прибавочку на плечевой шовчик. Этот участок сглаживаем, выполняем припуск. И в конце концов разворачиваем линеечку. Вот этот участок тоже сглаживаем и выполняем вот такой припуск. Все. Вот так я уже буду сейчас вырезать. Вот по этой линии буду вырезать. На ткани я всегда напишу. Значит, вот здесь у меня широкая строчка будет. Две широких строчки. Мне нужно стянуть на сколько. Помните, мы с вами сокращали горловинку на полтора сантиметра вот здесь и плечо сокращали на полтора сантиметра здесь. Итого от 13 у нас осталось. 13 минус 3 получится 10. Значит, мои две строчки должны быть длиной, в конце концов, в собранном виде 10 сантиметров. Всегда пишите это, когда вы работаете с выкройками на ткани. Тогда, после того, как вы приступите к сметочке, вам все будет понятно, какие действия вам нужно выполнить, насколько стянуть и вопросов просто не останется. Работать будет легче. Ну вот, раскрою и сметаю вот эту историю и покажу вам то, что у меня получится на манекене. Ну вот, что у нас получилось во второй модели. Если вы возьмете не такую сухую жесткую ткань, как у меня на макетная ткань, должна соответствовать всегда той модели, которую мы обрабатываем, потому что из сухих и жестких тканей вот это вот под большим вопросом остается, то у вас будет это выглядеть еще лучше. Хочется показать вам именно вот это оформление плечевого шовчика. Смотрите, как красиво сборочка получилась за счет двух широких линий. Точно так же нужно контролировать линию горловинки. Вот этот вот можно чуть вырезать, можно не вырезать. Видите, просится на большую грудь, сорок восьмой размер, это все-таки достаточно большая грудь. Просится вот такая вот дополнительная нагрудная, остаточная нагрудная выточка, потому что вот в этом месте всегда есть у большой груди ямка. Хотим мы этого, не хотим, поэтому надо туда дополнительно ввести. Ну и ничего сложного, так как большая грудь сегодня в моде и в фаворе, то я смотрю многие модели, которые демонстрируют нам YouTube и вообще весь интернет, они как раз вот эту выточку, если приглядеться, и содержат. Ну вот, собственно говоря, и все, что хотелось мне сегодня вам показать и рассказать. Всем успехов, удачи, здоровья и самое главное, будьте счастливы. Всегда Ваша Галина Коломейко.